Звук со встроенного микрофона меня совершенно не удовлетворяет, поэтому я решил купить недорогую китайскую петличку Andoyer EY510A. На что способен этот микрофон и что он из себя представляет в сегодняшнем обзоре. Меня зовут Дмитрий Андреев. Привет! Микрофон поставляется в зиплок-пакете с логотипом бренда. В комплекте стереомикрофон, поролоновая ветрозащита, зажим для крепления на одежду. И трехпиновый адаптер для того, чтобы подключать микрофон, например, к компьютеру, в гнездо для микрофонов. Также дополнительно я купил меховую ветрозащиту для улицы. Она в комплекте не идет. Вот так вот она выглядит. Микрофон позиционируется как конденсаторный, но это не совсем так, не обольщайтесь. Он электретный. Корпус металлический и разборный. Качество замечательное, все хорошо. Модель проводная. Провод, кстати, экранирован медной оплеткой, значит не должно быть лишних помех. Конечно, наличие провода добавляет неудобств, но беспроводные подобные микрофоны будут стоить несколько раз дороже. К тому же не придется беспокоиться о зарядке. Что же касается надежности, то покажет время. Пока все выглядит приятно. Бренд Andoer, модель EY510A, способен воспринимать звуковые колебания с частотой от 20 Гц до 16 кГц, чувствительность минус 30 дБ с погрешностью в 2 дБ, импеданс 2,2 кОм, длина кабеля 1,45 метра, вес 20,5 грамм, стоимость 320 рублей. Будет ли работать со смартфоном? С родной камерой, скорее всего, работать не будет. Потребуется установить отдельное приложение, например, Open Camera, которое может записывать звук со сторонних микрофонов. Как правило, это прям отдельная опция, которая находится в меню настроек камеры. Что же касается диктофонов, то с этим нет никаких проблем. Микрофон прекрасно работает со всеми диктофонами. Для чего нужен адаптер в комплекте? Без адаптера микрофон можно подключать в комбинированные разъемы. То есть те разъемы, которые предназначены и для наушников, и для микрофонов, и для гарнитур. То есть это те разъемы, которые в наших с вами смартфонах. Переходник же нужен для того, чтобы подключить этот микрофон в специализированное гнездо для микрофона. Например, в компьютер или звуковую карту. Проще говоря, без переходника. Для смартфона с переходником все остальные устройства. Начнем испытание. Вот так было звучит через встроенный микрофон моего смартфона. Я прольюсь ванильным сиропом на твое бархатное сердце, Оставив на нем шелковый привкус сахарной зимы. А вот так голос звучит через петличку. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Я с дурой решил ко мне лезть. Ты, засранец вонючий, мать твою, а ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок, а на низ чертов. Будь ты проклят. Я думаю, что разница очевидна. Конечно, микрофон не претендует на профессиональное качество. И особенно мне в нем разоржает вот этот вот свистящий звук S, который вы можете слышать в записи. Но в целом микрофон неплохой. Как мне кажется, отлично подойдет начинающим блогерам, которые делают свои первые шаги. По крайней мере, звук с петличного микрофона будет уж точно лучше звука со встроенного микрофона вашей камеры. Расскажите в комментариях, какой микрофон используете вы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok